Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами заценим AC4 Sentinel. Почему будем это делать? Потому что если вы, в отличие от меня, зайдете не через Wargaming Center, а через Steam или просто зайдете через свой, там, ну, со своего телефона либо планшета, то в магазине игры вы, скорее всего, увидите Sentinel, который на данный момент в игре продается за 2.99. Как видите, через Wargaming Center этого предложения нет. Как я уже говорил в одном из своих видео, как я понимаю, все-таки те предложения, которые есть в Wargaming Center, отличаются от тех, которые вы видите, заходя через мобильное устройство, но либо через Steam или подобную платформу. Короче говоря, платформа платформе рознь. Как я уже сказал, сейчас в премиум-магазине игры есть этот Sentinel, его выставили сегодня на продажу и выставили его за 2.99. Давайте округлим нормально до 3 баксов и сразу с вами определимся, что 3 бакса, если исходить из той логики, которую я закладываю в донат в отношении того, сколько должна стоить 1000 голды, по моему скромному мнению, я считаю, что 1000 голды при нормальном предложении должна быть равна 1 доллару. Соответственно, 3 доллара это 3000 голды. И вот теперь вопрос, а стоит ли отдавать 3 бакса, ну, либо 3000 голды за танчик 6 уровня, среднячок Британии. Сейчас обсудим его орудие, а дальше поговорим обо всем остальном. Что касается моего видео по поводу золота, можете посмотреть на моем канале, ну и, соответственно, поймете, о чем я говорил. Итак, ребят, смотрим на орудие. По орудию скажу следующее. Время сведения 3.5 и разброс на 100 метров мы заценим непосредственно в бою, потому что так, честно говоря, сложновато понять, хорошо или плохо. 1800 единиц урона для 6 уровня, очень хорошая цифра, как для среднего танка. Здесь даже ничего говорить в противовес не буду. Что касается времени перезарядки 5.2, крайне комфортное время перезарядки для этого орудия. Средняя бронепробиваемость 145 единиц. Ну, в целом, достаточно. Бодаться с там супертяжелыми танками, безусловно, будет очень сложно, но в целом мне нравится. И что самое интересное, что по ощущениям пушечка довольно точная. По крайней мере, была, когда я последний раз брал Сентинел в руки. Что касается среднего урона 160 единиц. Я бы сказал, что хвастаться нечем. 160 единиц урона, это практически у всех танков на 6 уровне, средняков. Вот эта цифра стоит, но как минимум у премиумных и у каких-нибудь коллекционных. Углы склонения минус 9 вниз, очень комфортно. Вверх 20, тоже нормально, тут разговаривать не о чем. Итак, ребят, я предлагаю сразу побежать в замес и посмотреть, что он может на своем 6 уровне. Погнали! Ребятки золотые, пока мы запрыгиваем в бой, и хочу попросить каждого из вас подписаться на канал. Сделать вы это можете. Опустив свою мышку в правый нижний угол, видите здесь желтый шильдик, наводите на него мышью, кликаете кнопку подписаться, и вы являетесь постоянным зрителем моего канала. Я буду рад вам. Я буду рад вашей подписочке. Без ваших подписок каналу не жить, каналу не существовать, и не давать противовеса мастодонтам, которые оккупировали просторы Ютуба. Спасибо вам за благовременно за ваши подписки, спасибо вам за благовременно за ваши лайки и за ваши отзывы. Итак, ребятки, смотрим. Смотрим на подвижность. Подвижность у машинки очень хорошая. Мне всегда нравился Сентинел. Я помню, что я взял его когда-то, очень-очень давно еще там, когда, не знаю, там, пешком под стол ходил, да, в этой игре. И, честно говоря, мне он еще тогда очень сильно понравился. Что касается на сейчас, да, безусловно, поиграв на восьмых уровнях, поиграв на девятых, поиграв на десятых, накупив себе других премиумных машин, Сентинел начинает на фоне них действительно теряться. И вот здесь самый главный и важный вопрос по результатам нашего с вами обзора, а стоит ли за него отдавать, как я уже сказал, 3000 голды в переводе, ну, либо просто 3 бакса. Действительно ли машинка стоящая? По подвижности, да, безусловно, подвижность классная. Бронирования нет никакого. То есть, в принципе, если вы выезжаете куда-то, будьте готовы, что вы будете отхватывать. Я сейчас отхватывал в бочинку от МТшки. В принципе, по бочинке я никогда не удивляюсь, когда в бок прилетает. Что же касается прилетов в прямую проекцию танка, поверьте, они вам тоже обеспечены. По углам склонения очень удобно, очень комфортно. Вот сейчас в этой позиции я, в принципе, выцеливал ЧИТО и мог его бы пробить, но решил не рисковать здоровьем и особо не отсвечивать. Решил покидать немножко по тяжам, которых мне выцеливать в данной конкретной позиции игровой попроще. Что касается точности орудия и сведения. Мне достаточно. Вот обратите внимание, мы сводимся довольно быстро. Сейчас нам немножко фортануло, я бы даже сказал, очень множко нам фортануло. Итак, вот мы выкатываемся, вот мы быстро сводимся, кидаем довольно точный шот, пускай на 170, но он залетает в М6 и, соответственно, успеваем спрятаться. Назад танчик откатывается тоже довольно бодренько. У меня к этому вопросов тоже абсолютно никаких нет. Ну, вот хайл вроде бы за бронирование, да, и в то же время два раза ко мне не прилетело с пробитием. Буду откатываться немножко назад, понимаю, что сейчас могу нахвататься, попробую выцелить. Да, получилось. Итак, ребят, я, честно говоря, данной машинкой всегда был доволен. Она прикольная, что-то в ней есть, она веселая, она довольно быстро переезжает с места на место. То есть вот захотел я сейчас куда-то откинуться и вполне спокойно это делаю. Что же касается... Ай. Да, мешал забор. Что же касается в целом играбельности данной машинки, я бы сказал, что играбельность немножко сложноватая. Несмотря на то, что машинка очень, очень шустренькая, в то же время она очень-очень приемистая на урон. И вот как вы видите, сейчас отыгрывая, да, пытаясь там где-то как-то прятаться и так далее, я все равно умудрился нахвататься блок практически на все свое хп. У меня осталось 250 единиц. В принципе, для половины этих братьев я там на один зуб. Ну и скорее всего в данном конкретном бою мы навряд ли сможем что-то сделать. Прям совсем такое, чтобы заиграть, ну и соответственно выиграть. вот откатываться назад на нем мне всегда нравилось. Вот за что я его всегда любил, так это за то, что можно кинуть шот и вот так вот спокойненько откатиться назад. Сейчас, понятное дело, ко мне приедут, меня разберут, можно со мной потихоньку прощаться моим союзникам, ну а врагам жаль, не пробил, ну а врагам, соответственно, радоваться своей победе. Итак, ребят, за вот такой вот бой, как видите, пробивают везде, пробивают и по маске орудия и в башню, пробивают в корпус. То, что я говорил, что броней он, к сожалению, похвастаться не может. Мы накинули 840 единиц урона, сделали один фраг. Мы там что-то получили, даже смотреть не буду, потому что танк однозначно не для фарма, даже останавливаться на это не будем. Мы заняли третье место по урону в команде с несущественным отрывом наших союзников, ну если не считать Блэк Принца. Забрасываемся в следующую катку и посмотрим на второй бой, который отыграем на этом танке. Я бы сказал, что я сейчас играю на Сентинеле практически как в первый раз, потому что последний раз я его брал в руки, ребят, но и так, чтобы не соврать, наверное, где-то год назад. И вот сейчас я вспомнил об этом танке, исключительно исходя из того, что увидел его в магазине и решил снять на него обзор, показать его вам, каким он является на сегодняшний день в рандоме, ну и соответственно, чтобы вы понимали, что эта машинка может, чего она не может, ну и соответственно, делали для себя плюс-минус какие-то выводы по поводу того, а нужен ли он вам и хотите ли вы его купить за 3 бакса. За голду вы его купить не сможете. Почему сказал по поводу голды? Ну, просто лишь потому, что мне кажется, что каждый игрок должен понимать возможность своего выбора, да, то есть осознавать возможность своего выбора. Вы можете выбрать себе Сентинел за 3 бакса, либо вы можете донат закинуть на 3 бакса в виде покупки голды и купить 3 косаря голды для того, чтобы купить какую-то другую машинку, о которой вы мечтаете или о которой вы хотите. Не обязательно, что она может стоить 3 тысячи, но в принципе, ребят, может быть такое, что вы купите какой-нибудь песок за 2 тысячи, ну, допустим, как СУ-85И, обзорчик, на которую я недавно снимал, мне, честно говоря, сушечка эта очень сильно зашла. Честно говоря, советую всем посмотреть, будет сейчас подсказочка и сможете заценить эту сушку, возможно, вам она зайдет. Да, это песок, меня очень многие там хаят за то, что я песок снимаю и делаю обзоры, но я считаю, что песок имеет право на жизнь и, соответственно, многие игроки есть, которые любят покататься в песке и там пофаниться. Итак, ребят, буду я прятаться, потому что Арл-44 сволочь пробивная, ну, а у меня и так бронита нифига нет. Поэтому будем уезжать, попытаемся спуститься вниз и что-то сделать. Как я уже сказал, подвижностью танчик может похвастаться, он реально очень приятный, ну и, соответственно, на нем можно вполне спокойно передвигаться с позиции на позицию. Я так понимаю, что вот этот брат хочет с нами пободаться, пораскидываться немножко хп-шкой друг в друга, точнее, не так, урончиком друг в друга для того, чтобы позабирать хп-шку. Но, как видите, Сентинел Кромвеля Б победил. Что же касается Т-23Е3, здесь, конечно, шансы немножко похуже. Но сейчас попытаемся что-то сделать. Наши союзники подъехали, ну и, соответственно, у нас есть возможность воспользоваться этой игровой ситуацией и откинуть немножечко урона. Итак, ребят, делаем второй свой, я бы сказал, заслуженный фраг. Ну, а теперь, а теперь придется сейвиться и по полной программе, потому что с 54 хп и отсутствием брони особо не потанцуешь. Ну, вот, Варла закинул на 170, согласитесь, на таком расстоянии довольно быстро свестись и пробить, но это очень приятно. Вот за это Сентинел действительно достоин, но всяких, всяких огромных таких и высоких похвал. Здесь вопросов нет. Нравится мне этот танчик, несмотря на прошествие огромного времени, он не стал хуже. Вы знаете, есть ситуации, когда ты покупаешь какой-то танчик и он поначалу играется просто супер, просто класс, ну, а потом он превращается, знаете, как тыква в сказке, да, то есть получается из вашей кареты. Вот так и здесь Сентинел он не стал этой тыквой. В отличие от многих других танков, которые мне приходилось покупать или получать в подарок от Wargaming. Я имею ввиду там за выполнение каких-то заданий или проходя какие-то ивенты, Wargaming меня никоим образом не поддерживает и ничего мне не дарит просто так. Итак, ребят, пока есть возможность, зацениваем нашу тушку. Тушку зацениваем, нас опять пробили в районе вот маски орудия, нас пробили в башню насквозь, нас пробили сверху там где, ну, рядом с механиком, нас пробили в бочинку. Короче говоря, ребят, брони здесь, нет, нас пробили вот под башней нас пробили, ну, не под башней, да, вот в самом низу башни, на стыке башни и корпуса. И вот здесь в бок нас прошили чуть выше гусли второго ряда. Короче говоря, ребят, брони в этом танке безусловно нет. Но у него есть довольно прикольная пушечка, которая довольно часто накидывает и в принципе она довольно точная и время сведения у нее просто супер комфортное. Мы сделали два фрага 1500, точнее 1600 единиц урона. Мы, несмотря на поражение, попали в плюсик по серебру, это уже приятно, и заняли уже второе место с несущественным отрывом первого игрока в нашей команде. Обратите внимание, что мы набили 1600 единиц урона, тогда как третий игрок на КВ-2 он набил 1025, по сути, сделал там два или три шота этот КВ-2. Ну и товарищ на Су-152 тоже довольно-таки уронную пушечку имея, накинул 1898, 1900. Короче говоря, закинул на 300 единиц больше, хотя в целом урон у него гораздо выше разовый, чем у Сентинела. Говорю к чему? Говорю к тому, что безусловными плюсами данной машинки является подвижность, является точное орудие, хорошее сведение, скорострельность, пока все. Что касается минусов, я бы сказал, что минусом является полное отсутствие брони, ну вот, вообще отсутствие какое-либо и даже намек на нее. Все, больше минусов нет, даже тот факт, что наносит орудие не так уж и много, напомню, кто подзабыл, орудие наносит 160 единиц урона, альфы, но в целом, ребята, при 5 секундах перезарядки это нормальный урон, просто, я бы сказал, даже кайфовый. Вот такой вот он, Сентинел, стоит ли он 3 бакса? Ну, честно говоря, я сомневаюсь, стоил бы он, допустим, там 2 бакса, я бы еще понял, 2,5, окей, но не 3, вы можете посмеяться, что из-за 50 центов я торгуюсь, я торгуюсь не из-за 50 центов, я торгуюсь из-за цены, переведенной в голду, потому что, если перевести в голду, то 3 бакса, как я уже сказал, посмотрите мое видео по поводу золота, это 3 тысячи голды, данный танчик 3 тысячи голды стоит с натяжечкой, вот если у вас есть 3 тысячи голды, и вы готовы переплатить за этот танк тысячу, или хотя бы там, скажем, 2,5 тысячи, полтысячи голды, то есть, если 500 голды вам не жалко, то это плюс-минус его тогда честная цена, за 3 косаря, ну, решайте сами, мне танчик нравится, это мое честное, откровенное мнение, не имба, но ради фана, ради веселья, он, безусловно, имеет место быть в вашем ангаре, на данный момент у меня все, всех благ, всего хорошего, я буду рад видеть вас на моем канале, вот здесь по желтому шильдечку, подписывайтесь в один клик, я буду вам несказанно благодарен, а данная подписка, как я уже говорил, для вас не будет стоить ровным счетом ничего, и не будет мешать вам в списке ваших подписок, всех благ, всего хорошего, возвращайтесь на канал, мира вам и спокойствия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова